привет андрей я хочу представить вам вот такого щирого украинского казака он немного больше расскажет о себе а потом когда у нас будет возможность брать интервью ну а сейчас несколько трюков от андрея андрей что вы выбираете вот булава это правда что это символ власти обычайно булава то символ влады а тут у нас а женщина можно держать булаву или это чисто вот мужское орудие зараз можно зараз фу зараз можно нам посчастливо что мы живем в двадцать першим уже старичь я так могу смело и триматься вот это что шабля шабля меч или как вот шабля шабля случайно традиционная козацька зброя шабля так она не наточная да но настоящая то есть безопасно так что вы выбираете сейчас мабуть почнемо с булавы хорошо я тогда убегаю за хочу быть гетьманом так тому почнемо с булавы а потом я убегаю ну что я думаю зараз играем музыка и я что-то покажу какие-то трюки ну и звичайно для тех кто полюбляет зброю поменьше у нас завжди ну и головна зброя козацтва це звичайно шаблячка оп опа ой спасибо большое а я девушки могут этому научиться звичайно можете да хорошо зараз девчата дуже активно приймать участь отлично все я думаю надо идти учиться пользоваться вот этим орудием а сейчас небольшое видео из как видео кусочек да из одного из шоу от андрея а потом мини интервью поэтому оставайтесь с нами не переключайтесь а и Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 в телефонах играть в компьютерные игры, а вот здесь, например, такой яркий пример активного времяпровождения, еще и, скажем так, может пропаганды украинской культуры. Вот вы сейчас можете напрямую пожелать что-то молодежи, которая будет вас смотреть. Ну, я в первую очередь сказал бы, мабуть, рухатись за своей мреею, если вы даже не знаете, в чём поляга ваша мрія, тогда шукать то, что вам подобается, пробовать себя в этом проявляться, намагаться что-то створювать, и тогда уже свет даст отгук, и вы понимаете, что вам на самом деле нужно. А можете привітати також своих коллег от с минулим святом, День Козацтва, День Захисника? Так, звичайно, вітаю всіх, хто має отношение до казацтва, або хто всередині себе відчуває козацкий дух. Звичайно, в первую очередь хочу привітати захисників України, тому що це їхнє свято, і, мабуть, в первую очередь це їхнє свято. Ми також вас вітаємо від імені всієї Альфа та Омеги, та від імені усіх дівчат, ми вітаємо кожного хлопця з Днем Захисника, адже, мабуть, кожний хлопец має цей дух захисника в сердце. Але також і дівчат вітаємо, тому що захисник України – це не обов'язково хлопець, це може бути і дівчина, і хлопець. Так, і зараз на фронті дуже багато дівчат. Я пропоную вітати всіх. Всіх захисників. Неважливо, чи це чоловік, чи жінка. Нехай це буде свято всіх захисників і всіх, хто себе так відчуває. І неважливо навіть, де він захищає.